Пока ведущие со сцены рассказывали о социальных проектах Росатома, значительная часть гостей праздника рассматривала выставку автотехники разных годов. По мнению самих горожан, жемчужной экспозицией стал «Шевроле Корвет» 1978 года. Экземпляр редкий, а в состоянии близком к заводскому практически не встречается. Подобное авто оказалось в Нижегородском музее техники и был специально привезен к нам в город на этот праздник. Машина приехала из Америки. Машина новая. В свое время она была куплена одним американским коллекционером и оставлена в гараже. На данный момент пробег машины чуть больше 200 миль. Пока одни жители города обходили коллекцию раритетных автомобилей, другие в это же время не отрывали свой взгляд от экранов. Здесь показывали клипы десяти песен атомных городов и видеозарисовки с различных мероприятий. Время и место на сцене нашлось для каждого проекта. Территория культуры, Нюклея Китс, Парад Созидателей. Мы их собрали и показали нашим горожанам, какое огромное количество людей принимает участие в этих проектах. И у нас есть большие перспективы. Перспективы самые позитивные. Если горожане будут принимать активное участие в голосовании на сайте «Росатом вместе», то Сарову выделят 10 миллионов рублей на развитие проектов госкорпорации. Продолжилась праздничная часть программы музыкальными выступлениями. Ближе к 9 вечера на площади Ленина стало очень людно. Все ждали выступления группы «Хай-фай». До выступления группы «Хай-фай» до кульминации сегодняшнего праздника осталось еще около часа. Но уже сейчас можно сказать, что праздник состоялся. И это подтверждают несколько тысяч человек на площади Ленина. «Хай-фай» группы, известная многими еще с конца 90-х. С первых аккордов публика подхватила и подпевала хиты коллектива. Участники признались, что выступать перед зрителями, которые их ждут и знают их песни наизусть, это всегда здорово. Это даже не работа, это удовольствие какое-то. Приезжаешь, приезжаешь, выступаешь, тебе хлопают. Это приятно. Да, главное, отзывы всегда спасибо большое. Мы так рады. Нам нравится дарить свою энергетику. Мы получаем массу удовольствия от того, что нравится людям. Зрители, в свою очередь, не скупились на аплодисменты, заряжая своих кумиров позитивной энергией. Праздник прошел на одном дыхании. Но главный его посыл – голосовать за свой родной город – все еще актуален. И, как говорят организаторы, вместе у нас все получится. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.